Если в кране нет воды, значит выпили евреи. А если палестинский мужчина бьет палестинскую женщину, то виноваты в этом тоже евреи, а именно израильская оккупация. И это не фигура речи. Об этом говорили 12 июня на заседании Совета по правам человека ООН в Женеве. Во всяком случае, хорватский дипломат Дубрав Касиманович, которая подготовила доклад о ситуации женщин в Палестине, основной причиной насилия против женщин, назвала именно израильскую оккупацию. А когда исполнительный директор неправительственной организации UN Watch Хилель Нойер возразил, что у насилия над женщинами могут быть и другие причины, которые в докладе вообще не упоминаются, например, рекомендации мужьям, как правильно бить жен на официальном палестинском телевидении, то председатель обвинил Нойера в неуважении к Совету по правам человека. Так совпало, что в тот же самый день, когда случился этот вполне обычный для ООН эпизод, в Германии произошло нечто совершенно необычное. А именно, издание Bild выложило в сеть фильм, который отказалось показывать общественное телевидение. Немецко-французский канал Arte и немецкий канал VDR. Это документальный фильм об антисемитизме в разных странах Европы. В частности, о том, что этот современный антисемитизм избегает использовать слово «евреи». Вместо этого антисемиты говорят то про сионистов, то про Израиль, то про всемирную мафию, то про определенные силы. А иногда говорят просто «известно кто». Если в кране нет воды, значит выпили «известно кто». Все, кому нужно, все и так прекрасно поняли. Особенно много внимания авторы фильма уделяют современным версиям старых мифов про евреев. Например, что они отравляют колодцы и что они источник всех мировых бед. Сейчас все то же самое говорят про Израиль. И эти сказки пользуются на Западе и в правых и в левых кругах большой популярностью. Огромные бюджетные средства, средства некоммерческих организаций, церковные средства направляются на помощь Палестине. Там эти средства разворовываются, функционеры строят себе дворцы, а до обычных людей мало что доходит. Об этом фильме тоже говорится. И вот этот фильм, снятый по заказу телеканала «Арты», уже много недель лежит под замком. Заказчики сначала приняли фильм, а потом отказались его показывать, потому что он якобы несбалансированный и односторонний. Интересно, чем можно сбалансировать критику антисемитизма? Сказать, что кое в чем антисемитизм, антисемиты правы? Поругать правительство Израиля? Или напомнить, что и среди евреев попадаются плохие люди? Издание Билд выложило фильм в сеть всего на сутки. Но его тут же скопировали на YouTube, а правообладатели сказали, что не будут требовать его удаления. Такой вот хитрый способ обойти собственную цензуру. Теперь, когда фильм стал доступен зрителям, многие издания выступили с критическими отзывами. Надо сказать, что эта критика часто вполне обоснованная. Это показали недостаточно подробно, то слишком эмоционально, хотя обычные недостатки качества не мешают показывать в телевизионном эфире все, что угодно. Если бы телеканалы показывали только безупречно сделанные передачи, то эфир выглядел бы вот так. Недавно в Берлине был скандал. Мальчика-еврея затравили одноклассники. Родителям пришлось перевести его в другую школу. История попала в газеты, и родительский комитет школы был очень возмущен. Какой такой антисемитизм? Это были религиозные разногласия. А еще в этом году суд вынес очень мягкий приговор поджигателям синагоги в Упертале. Суд решил, что это был не антисемитизм, а критика Израиля. Так в приговоре и написано. Объяснение телеканалов, что они отказались показывать фильм про антисемитизм из-за недостатков качества, это просто смешно. А вот что не смешно, так это сам антисемитизм, с которым мы сталкиваемся в самых разных сферах жизни. И то, как сложно в Германии говорить на эту тему публично. Но мы будем, можете не сомневаться.